Привет! Начинаем новый влог. Мы с Ксюшкой и Крестюшкой сгоняли на почту, а еще в Боксборе забрали подарочек от Китфорд. Сейчас расскажу, почему подарочек. За такие кухонные лесы. Дома с вами распакуем. В общем, у Китфорда, я когда пылесос моющий купила, у меня есть обзор на него. Там, если отзыв оставляешь о продукте, причем правдивый отзыв, да, что как бы ценно, Китфорд дарит подарки. И вот мне пришли весы. Причем я уже не надеялась на подарок. Думаю, а, развод, обманули и так далее. Сколько времени это уже прошло. Я его летом покупала. Я его покупала, когда еще беременная была. Я его весной покупала. Смотрите, сколько времени прошло. Уже почти ноябрь на носу. И вот подарок все-таки до меня дошел. Ну, приятно. Весы кухонные, а? Ты его давно заказывал я его не заказывала. Нам его прислали в подарок за отзыв на пылесос. Вот. И прошло, короче, уже почти полгода, наверное, да. Но дошли. Приятно. Все равно приятно. Будем пользоваться. Не знаю, как еще. Пока у меня кухонных весов никогда не было. Это, наверное, уместно, когда сидишь на ПП, взвешиваешь калории и так далее. Так, а на почте нам пришла посылочка. Тоже очень интересная парфюмерия. Будем с вами все обозревать. Это Педипериш. Будем сравнивать с вами Педипериш. Это аналоговая парфюмерия. Мы с вами будем ее сравнивать с настоящей, с оригинальной. Потому что я специально заказала те ароматы, которые у меня есть в оригинале, чтобы еще раз убедиться, что парфюмерия достойная и крутая. Так говоря, посылочка от Педипериш. Сейчас мы ее вместе с вами распакуем. Будем тестировать ароматы. Так все приходит упакованное. Я немножко тут порвала. И достаем с вами парфюмерия. Соответствие всегда вкладывают. Это, кстати, очень важно. Вот они четыре аромата. Мы все с вами знаем, что при покупке трех ароматов четвертый идет в подарок. Мы сами его выбираем. Так, давайте тестировать. Ну что, поехали. Первый аромат, который хочется вместе с вами протестировать, это Жодор Диор. У меня есть оригинал в объеме 30 миллилитров. И вот такую вот малышку я себе заказала, чтобы мы с вами сравнили, насколько они похожи или насколько отличаются. Все, что я брала ранее, меня устраивает полностью. За такие цены, настолько стойкий парфюм, который даже после стирки остается на одежде. Вот я заказала мужу парфюм, который мне очень понравился. И он не отстирывался очень долго. Очень долго. То есть остается шлейф еще, поэтому девчонки ароматы действительно стойкие. Так, а теперь сравниваем. Здесь, правда, у меня формат в шарике. Я наношу на одну руку Жодор. И здесь у меня в спреи. Наношу на другую руку. Мне очень нравится Жодор. На холодное время года прям потрясающий аромат. Так, сравниваем. Девчонки, ну абсолютно то же самое. Ну просто стопроцентное попадание. Если у меня с молекулой было какое-то расхождение, небольшое, совсем небольшое, здесь абсолютно. Абсолютно одинаковые ароматы. Причем спидиперриш, он насыщеннее и такое ощущение, что более стойкий. Но я опять же повторюсь, здесь у меня мазюкла как-то такой вот формат. Да? Еще побольше намажу. С спидиперриш они более насыщенные. И такое ощущение, вот, ну, когда часто покупаете парфюмы, вы понимаете сразу, стойкий он будет или не стойкий. Они все у спидиперриш стойкие. Ну, по крайней мере, которые я брала. Потому что есть такие парфюмы, нотки, в которых они как бы сами по себе не стойкие. вообще одинаковые. Один в один просто. Я даже один процент отличий здесь не даю. Поэтому, девчонки, вот я при вас прям прилюдно сейчас сравнила, и я в полнейшем шоке. Зачем платить больше, если абсолютно никакой разницы нет? Возможно, в каких-то ароматах она и будет присутствовать. Я говорю, вот у меня в молекуле было небольшое расхождение. Может, процента 2-3, вот что-то там, вот какой-то отголосок немножко не тот. Но здесь жадор, стопроцентное попадание, и пидиперриш, смотрите, флакончики вот такие. Если берем в пластике, цена вообще на самом деле смешная. Можно взять классный, люксовый аромат по смешной цене, девчонки. Так, поехали дальше. Дальше я взяла себе и мужу ароматы Аквадиджой. Решила взять так сказать набором, но себе взяла в пластике, а мужу взяла в стекле. Вот так презентабельно в стекле приходят флакончики. Так, в стекле у нас 50 мл, в стекле у нас 100 мл, а есть и 50 объема мл, а здесь у нас 30 мл, вот в этих пластиковых. Я ему брала такую же в пластике, специально оставила вот такую вот маленькую баночку, не выкинула, потому что мне очень понравился аромат, ему очень понравился, мне приятно ощущать на нем. Вот так выглядят сами бутылочки. 100 мл счастья. Аквадиджой Джорджи Армани мужской. Ой, я от него тащусь, я просто от него тащусь. Вот из всех ароматов, что я пробовала, мужских, вот этот на моем муже мне очень приятно слушать. Вон классный. Это, знаете, такой аромат не для 50-летних мужчин, а вот 20+, ну, до 40. Дальше, когда мужчина такой уже в возрасте, более брутальный, немножко другой я себе, по крайней мере, представляю. Это для Аквадиджой, для мужчин молодых и средних лет. Вот. Это мое мнение. Ой, какой он классный, девчонки. Я его просто обожаю. У мужа был день рождения, вот будет ему еще один подарочек. Класс, супер. Так, и женский Аквадиджой, Джорджи Армани, я не тестировала, девчонки, ни разу. Мне очень интересно, вот здесь вот клеится сбоку название, чтобы не перепутать ничего, да? Так, клопачок вот он. Давайте попробуем. Так, куда теперь нанести, чтобы у меня жадор не перебивал, потому что жадор, он такой насыщенный аромат. Ой, какой интересный. Фруктовый. Фруктово-пряный, что ли, даже, девчонки. Ой, он классный, он тоже очень классный. Они, рано я убрала. Но у них есть какая-то небольшая схожая нотка. У мужского и женского, но женский как-то понежнее, и там больше фруктиков. Это больше ароматы, по ему мнению, на такое межсезонье и на лето хорошо. Они такие, есть легкие акватические нотки, но в то же время сладость какая-то есть. И есть вот что-то такое свеженькое, за счет фруктиков, мне кажется, и в мужском, и в женском аромате. Но я на мужу вот этот аромат и в холодное время года с удовольствием отдыхаю, поэтому здесь как бы дело вкуса. Обалденный. Женский очень понравился, слушайте. Он такой более легкий, вот нежели жадор, допустим, да? А жадор прям такая вот тяжелая артерия, он насыщенный, он вкусный, он такой вот, он интересный, он шлейфовый, он очень стойкий, он, мне кажется, вот 25 плюс такой вот аромат. Ну классный. Кто не пробовал, девчонки, вот кто не пробовал люксовый парфюм, вам в педиперриш, прямая дорога. Слушай, мне понравился. Да, очень. Возможно, я на весну его отставлю, а сейчас пока буду пользоваться жадор. И еще один парфюм у меня, который мне очень хотелось попробовать, он у меня уже в стекле, в объеме 100 миллилитров, тоже. Премиум качество, стойкость до 24 часов. Вот врут. Не до 24, до недели. Ну вот серьезно, какие до 24 надежды? До стирки. Месяцами можно этот аромат на себе ощущать. Девчонки, немножко скромничают, скажем так. Так, больше на коробочке тут ничего. Лучший люкс качества на рынке Европы. Да, made in France и так далее. У меня L'Avie et Belle. Аромат, кто его не знает, вот здесь вот педиперриш, смотрите. И мне очень давно хотелось его потестировать. Очень давно, смотрите, он такой желтенький. Так, куда его теперь нанести? Ой, конфеточка какая-то. Сначала прям конфеточка. А потом пряный букет. Очень вкусный. Это мое. Я в этот раз с ароматами, прям у меня 100% попадание. Всегда хочется же тестировать что-то новое, когда цены такие вкусные. Еще и четвертый парфюм в подарок, но прям душа просит перепробовать все, что там только есть. Ванилька. Ванилька, специи. Я вот так чувствую этот аромат, девчонки. Ванилька со специями, сладенькими такими. Очень вкусненький, согревающий. Согревающий аромат. Вот это вот на зиму тоже пойдет. Жадор однозначно. Очень вкусненький, сладенький. Ванилька легкая, ненавязчивая, непритерная. В отголосочке где-то. Карамелечки какие-то чувствуются. Вообще классный аромат. Прям вот аромат зимний. Зимний-зимний, точно. Лавейбель. Правильно, мне кажется, я назвала его правильно, девчонки? Лавейбель, просто пишется так и про. Леклад. Леклад. Может быть их несколько? Лавейбель Леклад. Чтобы вы знали. Ой, вкусненький. Прям вообще. Тащусь. Все ароматы сегодня классные. Я удачно в этот раз очень затарилась парфюмом. Один оставлю себе на весну. Все остальные будут в использовании сейчас. Прям я счастлива. Все. Стопроцентное попадание Жадор. Оригинал и аналог. Поэтому я вообще не вижу никакого смысла. Девчонки, переплачивайте. Делать это никогда не буду. Все ссылки на парфюмы оставляю под видео. Конечно, у меня для вас промо-код, естественно, как всегда. Я его тоже обязательно пропишу и здесь, и под видео. На скидочку. Скидки вдвойне приятны. Ссылки для России, для Украины. Все будут под видео. Проходите, знакомьтесь, заказывайте. Я обожаю, девчонки, эту парфюмерию. Не вижу никакой разницы. Она мега стойкая. Кто не пробовал, очень рекомендую. Сейчас, кстати, Новый год впереди. Можно затариться подарочками. Заказать себе любимые ароматы. Праздников много впереди. Я вам кухонная обещала показать. Вот модель. Цвет фиолетовый, смотрите. Сейчас распакуем. Вот внутри, как они были еще запакованы. Здесь какие-то книжечки. Я подарок на вашей кухне. Ой. Сервисные центры. Электронная гарантийная поддержка. И сами весы. Ой, какие красивые. Такие миленькие, слушайте. Тара. Максимум 5 килограмм. Единицы измерения. О, противоскользящие штучки. Так. Батарейка у нас здесь есть. Ой, как неудобно открывать. Так. Ага, батарейка есть. Вытаскиваем паленочку. Хоть с батарейкой хорошо. Точно батарейку такую искала бы. Так, переворачиваем. Ага. Так, что это значит? Выключаем. Ну и что это значит? Что это значит? Ну-ка. Ага. Что это значит, девчонки? Вес меняется. Как его обнулить? Так, ну-ка, выключаем еще, пробуем. Как их выключить и теперь? Выключили. Все, слава богу. Так, установили. Все, не трогаем. Включили. Во, по нулям. Все. Так, вот сейчас поставим с вами кружку. Тара 9,75. И нальем в нее водички, допустим. Пока. Так, протестирует. 15. А единицы измерения, девчонки? Граммы. Вот, граммы. Вот. 434 грамма. Так, пустая кружка. Допустим. У нас весит 276. Тару обнуляем, наверное, как-то. Да. Все, тару обнулили. И теперь у нас будет только вес продукта. Вот, 201 грамм воды я, получается, налила. Так, у нас здесь граммы. ОЗ, я не знаю, что это такое. Что это такое, вообще не понимаю. Миллилитры. Во, миллилитры. Слушайте, не отличаются от граммов, кстати. 201. ФЛ, ОЗ, Г. В общем, из того, что я знаю, миллилитры и граммы. Слушайте, ну прикольно. Прикольная вещь, пригодится. Пригодится в доме, пригодится. Китфорд молодцы, подарочки дарит. Так, чего не обнуляешься? А теперь их надо выключить, наверное, чтобы они обнулились. Да. А потом заново включить. Слушайте, ну прикольная вещь. Интересно очень. Такие они гладенькие, видите, каждую капельку видно. Все отражают. Все-таки показываем две пустые баночки, которые достойны внимания. Во-первых, это филлер Витекс. Мы с вами уже не раз его делали. Мне очень понравился. Я его применяю где-то раз в две недели. Ну, может быть, раз в 10 дней. И волосы выглядят очень достойно. Вообще филлеры, я их оценила. Купила, кстати, этот брала на рандеву. Он был подороже. Купила вот сейчас второй. Найди 10, отлично называется. На Вайлбер за 100. С чем-то рублей по 200. Вообще цена ни о чем. Мне вот этого флакона где-то на 4-5 применений. Классный. Действительно классный. Не сказать, что прям супер. Но эффект салонного ухода присутствует и держится у меня на волосах несколько дней. Поэтому люблю, применяю. Мне по факту он волосы не сушит, потому что такие отзывы были на самом деле. И пахнет он, когда наносишь спиртягой. Но мне не сушит. Нормально. И вторая. Это палетка от Стеллари. Я никогда в жизни, девчонки, так не добивала ни одну палетку, ни один контур быстро. Никогда. Это у меня 0,3 оттенок румяна с принтом. Я вам ее показывала в покупках Магнит Косметик. Она не сильно дорогая. Бывает на акциях. Одной рукой открой, попробуй Света. Света открыла. Молодец. В общем, тут было три разных оттенка. Вот такой вот, видите, она как леопардовой расцветочки была. Как румяшки, светленький такой и темно-коричневый. Вот он здесь остался внизу. То есть, и просто на ежедневной основе, на контуринг, на румяна, как тени. Я так быстро ее добила. Девчонки, я так быстро кончилась. Я еще хочу такую. Я посмотрю, если сегодня есть Магнит Косметик, то возьму еще вторую. Она прям у меня быстро закончилась. Она универсальна. Просто на каждодневный макияж в роли всего. Румяна, тени, контур. Все. Здесь есть все. Больше ничего не нужно. Тушь и вот эта палетка, и вообще красотка. 0,3 оттенок. Девчонки, вспоминайте, он универсальный. И румяшки выглядят освежающими и очень красивыми. Ну и все, мои хорошие. На этом влог буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok